Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире программа о безопасности на дорогах и людях, которые стоят на страже дорожного правопорядка. И вот о чем сегодня расскажем. Собираемся в путешествие, что нужно знать, отправляясь в дальнюю дорогу на личном автомобиле. Авария и ее оформление, грамотно заполненные документы, гарантия получения страховой выплаты. Велосипед детям не игрушка, а полноценное средство передвижения. Где и как его правильно использовать. Программа создана в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Оставайтесь с нами, будет интересно! В прошлом выпуске программы мы разобрали главные требования к водителям, участникам дорожно-транспортного происшествия. Их обязанности и необходимые действия. Сегодня рассмотрим некоторые сложности, которые испытывают водители при оформлении ДТП. В госавтоинспекции рассказали, как с ними справиться. Когда виновность участников согласована, в данном случае это не имеет особого значения. Поэтому все, что фиксируют граждане на том бланке схемы, которую мы им выдаем, в принципе могут приняты нами быть. Но при этом мы можем, например, уточнить какие-то моменты, которые нам непонятны. Если бывает такая ситуация, когда граждане договорились о том, что есть виновный, а есть потерпевший, составили схему, и проходит какое-то время, виновный начинает сомневаться в своей виновности. И поэтому эта обоюдно составленная схема считается сомнительно составленной, потому что вчера было одно, сегодня другое. Сотрудники госавтоинспекции, если к ним граждане обращаются, имеют такую обязанность, как создание дополнительной схемы, выезд на место дорожно-транспортного происшествия с обоими участниками, с участием понятых, зафиксировать возможное место столкновения со слов одного или со слов другого участника. И уже в случае, если создается какая-то ситуация, когда граждане не согласны с виновностью, то ДТП оформлено самостоятельно, в данном случае уже возбуждается административное расследование для того, чтобы в последующем, все-таки экспертном, возможно, даже путем установить виновность участника. При этом сотруднику, в чье производство поступает дело, необходимо принять комплекс мед для установления виновности. Это и просмотр видеозаписи, при возможности, если есть регистратор, это вообще же замечательно при доказательной базе, просмотр камер видеонаблюдения, опрос свидетелей, которые могли видеть что-либо, опрос пассажиров, которые находились во время движения с водителями. То есть предпринимается комплекс мер для того, чтобы установить виновность в данном ДТП. И, естественно, соблюсти интересы потерпевшего для дальнейшего получения страховой выплаты. Самая большая сложность, с которой сталкиваются водители, это, наверное, сохранение спокойствия на месте ДТП. Потому что любое такое событие, которое действительно очень негативно, во-первых, для граждан, во-вторых, финансово затратное, оно немножко вергнет в шок граждан, которые попадают в данную ситуацию. Поэтому мы призываем, если с физическим состоянием, со здоровьем все в порядке, и если повреждено только транспортное средство, быть достаточно спокойным и хладнокровным. Если гражданин не знает, растерялся, не знает, что делать в случае ДТП, позвоните в дежурную группу отдельного специализированного батальона ДПС. Неважно, где произошло ДТП, в районе или в городском округе Саранск. Номер телефона 38-57-27. Круглосуточно данный телефон работает. Сотрудник дежурной группы разъяснит, куда обращаться, как оформлять, успокоит участников, что немаловажно, и скажет, куда им обращаться и каким способом лучше оформить ДТП. Бывают такие виды дорожно-транспортных происшествий, где потерпевшим является один водитель и одно транспортное средство. В основном это такие виды ДТП, как наезд на препятствие или наезд на какое-то несоответствующее условие содержания уличной дорожной сети, например, яма, выбои на пролом, то в данном случае необходимо водителю сообщить о случившемся в полицию. Будет направлен экипаж ДПС для фиксирования места дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств. А также будут зафиксированы все необходимые документы для обращения в страховую компанию, например, с выявлением несоответствия содержания уличной дорожной сети. И если ДТП произошло из-за какого-то нарушения, например, стандарта содержания дорожного полотна, то гражданин имеет право в гражданском порядке обратиться за возмещением ущерба. При отсутствии состава административного правонарушения или события административного правонарушения, то есть отсутствия той нормы, за которую можно привлечь к административной ответственности, например, кодекс не знает езду задним ходом на парковочной площадке, в этом случае выносится определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Это тоже является процессуальным документом, где в фабуле указываются все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. И данного документа достаточно для возмещения ущерба в страховой компании, для предъявления его в страховую компанию и получения страховой выплаты. Оставление места дорожно-транспортного происшествия предусматривает ответственность, которая закреплена в части 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, который предусматривает арест до 15 суток, либо лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет. Есть случаи, и он прописан в пункте 2.6.1 правил дорожного движения, когда водитель имеет право не сообщать в полицию и покинуть место дорожно-транспортного происшествия, при этом зафиксировать всеми возможными способами, путем видеозаписи или фотосъемки, всю инфраструктуру, следы от дорожно-транспортных происшествий, а также положение транспортных средств на проезжей части. При этом у него должна быть действующая страховка договора ОСАГО, действующий на момент дорожно-транспортного происшествия, когда разногласия между участниками уже все урегулированы, и у них нет вопросов по поводу виновности в данном дорожно-транспортном происшествии, они имеют право заполнить извещение о ДТП или, говоря проще, европротокол и обратиться непосредственно в страховую компанию, минуя госавтоинспекцию. Лето – лучшее время для путешествий всей семьей. Будь то культурный маршрут выходного дня, или дорога к морю, или транзит по городам для знакомства с историей и достопримечательностями. Отличный вариант для тех, кто оценит свободу передвижения и готов к интересным событиям и приключениям – путешествие на машине. Сотни километров незнакомых дорог, меняющиеся пейзажи за окном, рядом родные люди. Казалось бы, вот она, исполнившаяся мечта. Однако, чтобы эта мечта сбылась именно так, как хотелось бы вам, ее нужно тщательно подготовить. Чтобы поездка была комфортной, а дорога легкой, не забудьте тщательно продумать все до мелочей. О том, как отправиться в путешествие на машине, все предусмотреть и получить массу приятных впечатлений, расскажем. Лето – это прекрасное, теплое время, сезон отпусков и долгожданного отдыха. Каждая семья планирует яркие поездки и длительные впечатления. И я, как активная мама, тоже стараюсь вместе с детьми изучать, смотреть нашу родную республику, а также выезжать за пределы нашего региона и путешествовать в другие части нашей страны. Но для того, чтобы ваше путешествие было действительно эмоционально положительным, важно соблюдать простые правила. И сегодня я поделюсь некоторыми лайфхаками для создания яркой поездки. В первую очередь, если вы собираетесь путешествовать на своем автомобиле, конечно, важно заблаговременно позаботиться о его техническом состоянии. И независимо от того, уверены вы в машине или считаете, что стоит ее ремонтировать, всегда перед длительной поездкой обязательно нужно заехать в сервис и проверить все ее ходовые части. И это очень важно, потому что на длинные дистанции с машиной могут случаться абсолютно разные ситуации. Ну и, конечно же, если мы едем с детьми, нужно позаботиться о безопасности детей в автомобиле. Для детей до года нужно предусмотреть наличие автолюльки, а для детей постарше наличие стандартного автокресла. Причем стоит отметить, что данные детские удерживающие устройства должны стать постоянными. И если вы берете детское автокресло в прокаты или у друзей и знакомых, то в этом кресле ребенок должен обязательно поездить минимум неделю, чтобы понять, насколько ему удобно и комфортно. И даже к самым капризным пожеланиям детей стоит прислушаться. Если необходимо, подложить в автокресло мягкий валик, накрыть его, возможно, полотенцем или пеленочкой, для того, чтобы ребенок чувствовал себя уютно и комфортно. Ну и, конечно, стоит помнить о том, что не стоит оставлять ребенка в опасности. Если вы заехали на заправку, в магазин или просто остановились, ни в коем случае нельзя оставлять ребенка в машине одного, потому что может произойти и блокировка дверей, и какие-то иные нестандартные ситуации, которые, к сожалению, родители могут не предусмотреть. Поэтому ребеночка, независимо от возраста, всегда нужно брать с собой и в машине одного не оставлять. Стоит также обратиться к родителям-водителям, которые выезжают на незнакомые трассы. И здесь, конечно, самый уверенный водитель должен проявлять аккуратность и осторожность, потому что нужно внимательно следить за разметкой, за знаками. А также в летнее время есть так называемые треножки, которые контролируют скоростной режим. И дабы наше путешествие стало ярким и положительным, соблюдение правил дорожного движения должно стать неотъемлемой частью вашей поездки. Когда мы строим длительную поездку, а по длительной я подразумеваю поездки более 6 часов, это 8, 10, иногда и 12-часовые поездки, то здесь, конечно, важно выстраивать маршрут. Он должен состоять из тех мест, где вы можете с ребенком остановиться и отдохнуть. Причем под отдыхом нужно подразумевать не просто перекусить или попить. Каждые 2 часа рекомендуется выходить с ребенком на свежий воздух. Причем можете предусмотреть легкую зарядку. Это могут быть интересные наклоны, какие-то смешные стихотворные упражнения, для того, чтобы малыш или взрослый ребенок смог размяться. Ну и, конечно же, такие действия помогают предотвратить укачивание в автомобиле. Стоит помнить, для того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, нужно предусмотреть разного рода развлечения. К сожалению, иногда родители ограничиваются гаджетом, ноутбуком, планшетом, телефоном. Но на длительные поездки это не всегда рабочая история. Можно подготовить небольшие подборки книг, игр, те, которые можно брать с собой. Это могут быть какие-то песенки, которые можно учить во время дороги, петь даже всей семьей. Такие яркие эмоции у ребенка, конечно же, останутся надолго. Стоит иметь в виду, что не стоит в случае путешествия ночью останавливаться в незнакомых местах и тем самым предотвращать некоторые опасности, которые могут возникать на дороге. Остановочки, конечно, лучше планировать только в дневное и светлое время суток. Стоит напомнить ребенку о том, что мама или папа, который находится за рулем, это люди, которые выполняют важную обязанность. Они должны быть максимально сосредоточены и отвлекать их во время движения нежелательно. Конечно же, нельзя полностью водителя оставлять в тишине, и игнорировать его вопросы и не общаться с ним. Но стоит помнить, что это общение должно быть дозированным. И особенно на участках, где есть знаки, опасный участок, или в случае скоростных обгонов или очень загруженной трассы, беседу с водителем, конечно, лучше отложить на более спокойный промежуток дороги. При планировании поездки, конечно, стоит помнить важные аспекты, что в машине всегда должен быть полный бак, в машине всегда должно быть достаточное количество питьевой чистой воды, в машине обязательно должна присутствовать аптечка, ну и, конечно же, разного рода перекуса. Причем не стоит забывать о том, что питание для ребенка должно быть разнообразным, это не должен быть, условно говоря, мешок шоколада, а наоборот, это и фрукты, и овощи, возможно, какие-то любимые позиции у детей. Можно даже взять готовую еду, которую можно разместить в холодильнике в автомобиле. Ну и, конечно же, стоит помнить, что перекус лучше делать не в машине, а как раз ровно в тех местах, которые предназначены для пикника. На данный момент на трассах, которые ведут в разные точки отдыха, иногда встречаются специально оборудованные полянки, в которых есть и прекрасные беседки, и отличные лавочки. Данный пикник в этой зоне для ребенка всегда станет яркой эмоцией и уверенно запомнится надолго. Стоит иметь в виду для любителей использования кондиционера в автомобиле, что восприятие температуры у детей и у взрослых, оно разное, особенно для детей до года, которые путешествуют. Нужно иметь в виду, что данную температуру нужно регулировать особенно внимательно. И если водитель, находясь впереди, чувствует себя комфортно при прохладном воздухе, то ребеночка в автолюльке следует накрыть пеленочкой, дабы простуды и иные заболевания не омрачили пребывание в другом городе. Наряду с путешествием в автомобиле мы очень любим путешествия на поезде, в самолете, но ничто не сравнится с поездками вместе с семьей. Почему? Потому что машина дает важный фактор. Это свобода, возможность становиться в самых красивых уголках, любоваться, фотографироваться там, где вам нравится. Если вы потратите еще немного времени после путешествия, сформируйте семейный альбом, куда положите самые яркие кадры, поверьте, даже в самую грустную минутку, пересматривая такие яркие моменты, семейное настроение будет подниматься обязательно. Несмотря на разнообразие средств передвижения, велосипед занимает лидирующие позиции. Причем его предпочитают использовать как дети, так и взрослые. Это и легкая, спортивная нагрузка, и развлечение, и приятная прогулка, и удобный транспорт. А вот правила его безопасного использования знают, к сожалению, не все. Мы исправим этот пробел. В неумелых руках велосипед превращается в источник повышенной опасности. В Мордовии уже произошло несколько аварий с участием велосипедистов. 18 июня 7-летняя девочка в Розаевке съехала с тротуара на проезжую часть и угодила под «Фольксваген Поло». 11 июня в Зубовополяне грузовик сбил 53-летнюю женщину на велосипеде при повороте. 2 июня в Елге под колеса машины попал 31-летний велосипедист, которого, вероятно, не заметил водитель. 25 мая 10-летнего мальчика на велосипеде сбила иномарка при движении задним ходом на улице Советской. Все пострадавшие получили травмы, которые пришлось лечить. Чтобы ваши поездки не омрачили неприятности на дороге, правила для велосипедистов необходимо знать и соблюдать с малых лет. Для этого сотрудники госавтоинспекции постоянно проводят со школьниками и воспитанниками детских садов тематические занятия. Так, в летних лагерях отдыха «Солнышко» и «Интеллект», расположенных при Александровской школе, ребятам рассказали о необходимости использования велозащиты и световозвращающих элементов. Кроме того, вместе с ними полицейские проверили техническое состояние двухколесного транспорта, что имеет немаловажное значение во время катания. В Краснослободском районе сотрудники госавтоинспекции, лицеисты и дружинники напомнили велосипедистам «Безопасные правила дорожного движения». Акцию «Вело-сим-безопасный колесим» провели учащиеся Краснослободского многопрофильного лицея совместно с полицейскими и членами Народной добровольной дружины «Слобода». Ребята продемонстрировали безопасные правила дорожного движения на пешеходных переходах для юных водителей велотранспорта и электросамокатов. Участники акции напомнили, что велосипедисты должны передвигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Важным правилом безопасности является правильное пересечение проезжей части. Переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, спешившись и катить велосипед рядом с собой. Также автоинспекторы напомнили о том, что необходимо отказаться от использования мобильных телефонов и наушников во время передвижения. А в Розаевской школе номер 9, ведь на базе которой работает лагерь «Движение первых» сотрудники госавтоинспекции провели конкурс для велосипедистов «Безопасное колесо». Ребята показали умения фигурного вождения велосипеда, навыки оказания первой доврачебной помощи при царапинах, порезах, падении, продемонстрировали знания устройства велосипеда, смогли надеть слетевшую цепь и починить другие мелкие поломки. А главное, четко рассказали правила движения для велосипедистов. Они знают, что до 14 лет выезжать на проезжую часть запрещено. Для личной безопасности нужно использовать велозащиту. Транспорт обязательно должен быть оборудован фонарем и катафотами при поездках в темное время суток. Ну и, конечно, необходимо знать значение знаков и разметки, чтобы уметь ориентироваться в дорожном движении. Все эти знания и умения помогут избежать ошибок на дороге. На сегодня это все. Берегите себя, соблюдайте правила, чтобы ваши дороги были безопасными. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok